Прикоснуться к профессии. Студенты Ненецкого профессионального училища по специальности переработка нефти и газа в рамках производственной практики посетили нефтебазу. Молодые люди ознакомились с нюансами работы на объекте, с деятельностью оператора автозаправочной станции, с особенностями доставки топлива на АЗС. Александра Литкова расскажет подробнее. Перед обзорной экскурсией обязательный инструктаж. Еще бы, ведь нефтебаза компании «Лукойл» – режимный объект, и попасть сюда не так-то просто. «На территории нефтебазы курение запрещено, применение открытого огня запрещено, пользование чем? Телефонами запрещено, фотосъемка запрещена». Александр Попов признается, хотелось бы увидеть больше, обойти всю территорию нефтебазы. Но без допуска и спецодежды это невозможно. «В целом то, что мы отдельно по теме изучали, я это увидел, я это услышал. Также я послушал специалистов по теме, так скажем. В целом экскурсия короткая, но очень объективная, очень все по теме». За три года обучения ребята впервые побывали на столь серьезном объекте, где, возможно, им предстоит работать в будущем. До этого в связи с ограничительными мерами практику им приходилось проходить дистанционно и на тех модулях, которые имеются в НПУ. «Студенты будут на нефтебазе УКОЭЛа, посмотрят принципы работы работников структурных подразделений, посмотрят, как организовано взаимодействие различных служб, насколько необходимость охранных мероприятий, что необходимо производить, когда, предположим, какие-то аварии, нестандартные ситуации и так далее. На модуляторах, на мониторах, они прошли эту практику, но вот сегодня они посмотрят воочию, как работают, что делают». С просьбой организовать обучающимся обзорную экскурсию на нефтебазе УКОЭЛа Галина Медведева обратилась к главе региона Юрию Бездудному и сенатору Совета Федерации от Ненецкого округа Денису Гусеву. «Очень важно, что молодежь, действительно, получая теоретические знания, подкрепляет их практическими навыками. И у нас есть возможность даже на территории города Наринмара, поселка Искателей, есть производственные объекты, которые соответствуют тем специально, с которым обучаются. И очень важно, чтобы ребята столкнулись с той профессией в практике». По специальности «Переработка нефти и газа» в Ненецком профессиональном училище обучаются 21 человек. Директор учебного заведения надеется, что в последующем у студентов будет возможность пройти в компании итоговую производственную практику. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал «Север».